В два предвыборных года предстоит показать людям умение решать проблемы. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко, назначая сегодня новых помощников президента и согласовывая назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов. Отдельно президент остановился на вопросах экономики, которую назвал вопросом номер один для всех. Касаясь социального аспекта, Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси очень многое сделано для нормальной жизни людей и нужно продолжать работать в этом направлении. Госдума России сегодня на пленарном заседании единогласно ратифицировала белорусско-российское межправительственное соглашение о безвизовом режиме для болельщиков вторых европейских игр. Определено, что иностранные граждане и лица без гражданства, следующие для посещения международного спортивного мероприятия, въезжают, выезжают, пребывают и следуют транзитом без оформления виз по действительному документу, удостоверяющему личность и билету на спортивное мероприятие. Срок действия соглашения заканчивается 10 июля этого года. Развивать детский гандбол и выявлять талантливых спортсменов еще в школе. Такие цели ставит перед собой один из самых масштабных спортивных проектов страны «Зубркап». Его инициатор и куратор – Брестский гандбольный клуб имени Мешкова. За два года существования детской гандбольной лиги в соревнованиях «Зубркап» приняли участие свыше тысячи мальчишек. Турниры объединяют юных спортсменов со всей страны. Сегодня это 69 команд. Детская гандбольная лига – уникальная возможность выйти на паркет как для школьников из крупных городов, так и небольших райцентров и поселков.